Во-первых, доброе утро всем! И чтобы как-то поднять энергию, я предлагаю нам всем друг другу поаплодировать, что мы с утра пришли. Я не знаю, насколько вчера кто закончил, но было, по-моему, хорошо. И как я вспоминаю вчерашний день, вчера очень много всего было. С утра были, помните, презентации, потом мы с вами нетворкились, потом были мастер-классы. И вот в первой половине дня я сказала о том, что мы сегодня продолжим с моим коллегой Максимом Осовским, продолжим вам предлагать пространство, в рамках которого вы поисследуете себя, команду и так далее. И вчера, помните, рисовали рисунки про себя, вот сегодняшнего, здесь и сейчас. Сессия, которая будет сейчас, я Максиму передам слово, он ее будет вести, она про прошлое и про будущее, тоже про вас. Но ты все расскажешь, да? И мы когда шли сюда, девушки из... С костюмами. Они увидели, Максиму сказали, так, Максим Ефимович, вот вы можно сегодня побудете нашей моделью по костюму. Поэтому я предлагаю поаплодировать девушкам, они каждое утро, каждый день встречают наших мужчин и девушек. И, кажется, красиво стараются нам сделать, и снаружи тоже, и только в душе. Максим Ефимович Асовский. Максим Асовский, я передаю слово тебе. Спасибо. Я преподаю в Британской школе дизайна, в Российской академии госслужбы, еще много где. Затем занимаюсь, у меня специализация такая, графические методы. То есть, вот есть люди, которые разговаривают на русском языке. Мы последние несколько лет отыскали представителей традиций 30-х годов советского времени, которые считали, что вот есть универсальный язык, это еще со времен Лейбница, значит, графический, и вот он объединяет людей, и мы, в общем, пытаемся графический язык использовать везде, где только можно, в том числе, вот для построений личных карьер и личных каких-то траекторий. Ну, само слово «карьера», вы знаете, оно происходит от слова «карьер». Значит, это, ну, такая гора, да, где добывают там мрамор в Италии, и французский язык пришло из итальянского, из латинского, до этого. Значит, когда делают такие ступеньки, и, собственно, по этим ступенькам лошадь достигает вершины карьеры. Значит, ну, вообще, вот, в этой истории много всяких смыслов интересных, ну, с мой взгляд, вот, мне очень нравится, например, то, что в работе испанского философа Раймонта Луфе, я ездил специально на майор, где он родился, жил, значит, у него есть такая работа «Арсмагна». Я считаю, что это один из первых вообще в истории философии, истории культуры образцов, когда, значит, Лули предположил, что человек, вот, вот, он может вот с самого низа достичь мудрости Бога, например. Вот он сначала как камень, потом как растение, потом как дерево планное, потом вот он достигает мудрости Бога Теос. То есть человек в своей лестнице, в движении, он приобретает некие добродетели. А слева картина из, ну, нарисована на основе библейского сюжета «Лестница Якова». Яков, который, значит, отец 12 детей, 4 женщин, его мы знаем также, как Израиль. Он прародитель 12 колен Израиля, когда говорят 12 колен, то есть это люди, которые потом заселили всю землю. 12 колен, 12 битвений, и вот там прослеживается, кто вверх, потом жил. Значит, и ему привиделся, он поднялся на город, на холм, в Израиле, я там не был. Значит, и он видел лестницу, по которой поднимаются ангелы, и спускаются. И для него это было метафорой тоже роста и движения вверх. То есть он увидел, как люди могут в своей добродетели подниматься по этой лестнице. А лестница по-латыне – это шкала. И потом есть еще один библейский сюжет, Иоанн Лесточник, это турецкий подданный, ну, турецкий гражданин, турк. Значит, он около Кимера. Наверняка вы были в Кимере, кто был в Кимере? Ну, отличное место. Значит, там вот, если стоять спиной к морю, слева есть гора Олимп. Ну, она сейчас по-другому называется, но, значит, греческое ее название. В Турции уже для греки тоже много. И там есть гора Олимп с Олимпийским огнем. Значит, вот он поднимался со этой горы и написал книгу. Он лестничник от слова «лестница». Он лестничник, значит, а лестница, для него это было тоже метафорное восхождение. Он поднимался и, в общем, решил, что на пути человека есть 33 ступени движения к Богу, по чувству и лету Христа. Зачем нам это все нужно, зачем я это все рассказываю? Потому что нам очень важно сейчас понять, что у каждого человека есть лестница, определенная шкала, значит, которую можно... Ну, вот он так решил, что каждый год Христа соответствовал... Ну, как бы, есть 33 ступени. И он все 33 ступени описывает, что должно происходить на каждой ступени жизни, чтобы соответствовать пути Христа. А потом? А потом? Принять крестную связь? Ну, наверное, не знаю. Ну, в общем, я так уж не углубляюсь. Ну, внутри 33 есть. Кому повезет, тот триггг. Помните, у Дусоцкого есть триггг? Значит, о том, что гений закачивает свою жизнь рано. Если бы мы уже перешагнули этот порог, значит, мы уже точно не гений, можем жить дальше, совершенно спокойно. Значит, нам из этого всего важно одно. Нам важна лестница и шкала. Значит, и я вот эту метафору привел для того, чтобы показать, что вообще в истории вот наш путь, он может быть выражен графически. Ну, сначала там их путь, да, они про себя думали, думали про многих людей, а мы думаем про себя. И нам нужна, значит, нужна своя лестница. И каждый эту лестницу и карьеру, ну, в смысле улицу. Вы, наверное, тоже были в Испании, в Барселоне, там улица некоторая называется карьера. То есть это путь. Значит, можно выглядеть графически. Я давно этим достаточно занимаюсь. И вот в том числе как-то в июне 2015 года, три года назад, вообще, ну, такая свежая достаточно тема, увидел, как Лена Дрогова, дизайнера, которая выпускница в Британской школе дизайна, сделала свое такое резюме на сайте в виде, значит, того, как у нее, собственно, складывалась жизнь. И я так вдохновился этой работой. До этого я рисовал от руки все это, а тут я посмотрел, думаю, как здорово. И вот, вот видите, внизу есть такое длинное полотно. Это я нарисовал где-то длиной метра три свою карьеру. То есть что у меня происходило в жизни. Вот. А вот так вот это выглядел прототип в феврале 2015 года, то, что я пытался рисовать. То есть я отшкалировал лист, нарисовал на нем, даты, дни, года, и попытался вспомнить, что у меня было в жизни. Ну, я считаю, что первым такую работу вообще в истории относительно себя проделал в русский поэт-символист Андрей Белый, мы нашли. Ну, в общем, раньше не было. Значит, вот он сделал такой график огромной линии жизни. Он висит в музее Андрея Белого, и он там показывает свои конфликты с отцом, с женщин, которые его вдохновляли. Он описывает пути своей карьеры, жизни, что у него было хорошего и так далее. Ну, вообще, как бы, в последнее время достаточно широко относительно художников, философов, музыкантов применяют такой инструмент линии жизни, значит, вот это вот линия жизни Альфонса Мухи, художника. В музее очень так хорошо, красиво выглядит. И вот мне очень нравится, например, итальянский дизайнер вылезал из головы имя, значит, она сделала визуализацию жизни художника. И даже по цвету вывела, какой цвет картин превалировал в определенный период жизни. Это вот линия жизни Кандинского. Ну, и тоже, в общем-то, там здесь, конечно, не видно, это надо рассматривать, ну, там, не знаю, на экране, приближать. Ну, понятно, что, в общем, такую работу можно сделать. Ну, и она сама вытекает из того, что мы вообще предполагаем, что историю можно нарисовать. Вот это вот первая работа по истории, которую нарисовал Джозеф Пристли, изобретатель кислорода. Значит, она вот описывает историю человечества. А это Арно Петерс, такой известный историк, географ после войны. Он мечтал о таком мире между всеми людьми. Вот он занимался не только историей, но и географией. А это вот одна из работ, где нарисованы линии жизни, ну, отрезками художников, писателей, поэтов, музыкантов, философов. Это, ну, такая уже, видите, с 1250-го по 2000-й, ну, осталось до 2050-го. Это на основе Википедии один стартап в Великобритании представлял такую работу свою. То есть они данные брали из Википедии и визуализировали на лист. Это мои товарищи из компании Runiverse сделали таймлайн-историю России такой большой, 3 метра. А это мы вот там со школьниками, например, с студентами делаем иногда. Ну, мои коллеги на основе наших разработок пытаются выразить, как было, что было в истории, что им важно, что запомнилось. И я коллекционирую сейчас вот такие экскурсы в историю. Есть еще такой термин реконструкция, где он применяется. Ретрострективно. Значит, применяется в некоторых коучинговых, да? Коучинговых, командовых, сессиях. Да, сессиях. А я собираю вот такие визуальные редюмы. Люди на основе своей жизни составляют, выкладывают в интернет. Есть некоторые инструменты сейчас графические для того, чтобы составить такое. Но, как бы, остановлюсь на этом. То есть, жизнь людей вообще, ну, такая, она типичная. То есть, очень похожая. Вот, американские статистики выявили, значит, как она вообще устроена. То есть, там, начало обучения, там, знаете, люди начали работать, покинули родительский дом, первый ребенок, когда примерно появляется, и, там, выход на пенсию, и, в общем. И так, к сожалению, в общем, такая вот странная модель. Вот, но есть американский дизайнер Анна Виталь, она родилась на Украине и переехала в США. И, в общем, она очень такая замечательная. Я ее регулярно поздравляю с днем рождения. Она, значит, встречается с такими очень известными людьми, там, с солоным маслом, с, значит, журной Билл Клинтон. Я тоже еще не проснулся, значит, с Хиллари Билл Клинтон. У нее очень много инфографики относительно, вообще, карьер современных успешных людей. И вот она, например, так изобразила карьеру Яна Кума, который, значит, да, основатель бокса. Ну, и, собственно, и вот сравнивая вот эту модель и вот эту, в общем, можно увидеть, что на его линии жизни, может быть, появляются какие-то другие элементы. Вот. Ну, с линией жизни вообще для того, чтобы ее как-то изменить и перестроить, нужно работать, как мы считаем, графически. Здесь вот жизнь Илона Маска, но здесь линия превращена в такую кривую немножко кругу, но, понимаете, если ее развернуть, это тоже будет линия. А это линии жизни разных людей, которые, ну, в общем, достаточно поздно начали свою карьеру или там достаточно поздно пришли к успеху и попали в историю. Ну, не знаю, в Википеде может быть. Да, это, значит, Борис Радоман, известный географ. Он картограф, потрясающий человек, до сих пор он живой. Значит, легенда советской картографии. Вот он в 60-е годы рисовал у себя сезонные ритмы. То есть, ну, понятно, что есть целая жизнь отрезком, но он говорит, а в течение года есть тоже некоторые законоверности, которые можно изобразить. То есть, вот есть, значит, какой-то вот зимний разгон, там, или, может быть, лучше сейчас про осенний сказать, осенний творческий взлет, значит, у него есть. И потом спад, вот он у себя наблюдает, потом еще что-то. Потом весной, вот, замечательно у него настроение. И вот он отмечает у себя преобладающие интересы занятия лахматима жизненного тонуса. То есть, он вот так вот себе разрисовывает, ну, тоже жизненный цикл, но длиною в год. А еще нам надо обратить внимание, но мы сегодня этим не будем заниматься, на том, как устроим день. То есть, и день тоже можно специфически изобразить. И вот, тоже работая, значит, одного из дизайнеров, называется, ну, креативная, да, рутина. Ну, в смысле, не креативная, креатив, а производительная рутина. То есть, чем она занимается в течение дня. То есть, вот, значит, и он анализирует жизни Моцарта, Томаса Мана, Дюма, то есть, кто как живет, кто как жил в течение дня, кто как устроил свой день. Ну, и это тоже, соответственно, влияет, как ты построишь свой день, свой год и в итоге свою жизнь. В общем, ну, мы с вами будем рисовать прошлое сейчас, потому что без рисования прошлого нельзя рисовать будущее. Значит, для того, чтобы спроектировать свою карьеру, надо хорошо подкартографировать и понять, собственно, что было в жизни. Значит, и вот я предлагаю вам сейчас сделать вот такой шаблон, значит, соединить вот так вот два листа и склеить их бумажным скотчем. Спасибо. Значит, ну, вот у вас с одной стороны прилепим скотч, а работать мы будем с другой стороной. У вас есть ручки, карандаши. У кого нет карандашей, у кого нет карандашей, там есть карандаши. И сейчас нам надо будет нарисовать меню времени внизу. Вот здесь вот нарисовать год своего рождения, подписать, в левом нижнем углу подписать год своего рождения, а в правом нижнем углу вот здесь вот подписать 2018 год. Между этим провести такую стрелочку и разделить эту стрелочку, ну, на такие промежутки, примерно по сантиметру, которых, ну, присутствующим здесь точно хватит для того, чтобы примерно 45 лет изобразить. 44-45. Мне кажется, лист бумаги по длине 21 сантиметр по этой стороне длилит. Поэтому, если мы поделим на сантиметр, то точно хватит. Витя, а ставить, да, вот здесь, наверное, нужно, да? Да. В 2017 годе ставить. Правильно. Нет, я говорю, 45 хватит. Если вам меньше, то точно хватит. Слева, нижнего, право, верхний и право, нижний. Вот так. Значит, я вам покажу, как это делают другие. Посмотрите, вот, значит, это вот так. Коллеги, и просто 20 минут, нет, 15, 15, да? 15 минут вам на то, чтобы ее заполнить. Да, это индивидуальная работа такая. Вряд ли вы когда-нибудь еще найдете на нее время. Поэтому вот как раз сегодня и здесь самое лучшее время для того, чтобы этим заняться. значит, что там нужно заполнять? Вот у нас есть шаблон. На нем можно построить график счастья. То есть, в какие годы вам было наиболее хорошо, в какие было наиболее плохо, ну, и это можно отметить. Значит, можно нарисовать путешествия. Отметить точками или адресами места, в которые вы ездили. Значит, можно нарисовать свой график доходов, примерно. Значит, когда, как он менялся, как это коррелирует с графиком счастья. Можно отметить спорт и хобби. В какое время вы начали заниматься, значит, чем занимались, о том, как бросили, потом начали заниматься другим и так далее. Ну, можно вспомнить Андрея Белого, который, значит, связывал свою жизнь с отношениями с женщинами. Ну, там, значит, для мужчин с женщинами, для женщин с мужчинами. Отметить личные отношения. У кого они прочные, значит, можно отметить рождение детей и увидеть, как ваша линия жизни